всем привет в этом виде приглашаем вас посетить с нами музей мифи по-голландски нянчи этот герой был создан одним нидерландским художником дизайнером а позже автором серии книг под названием нянчи в русском варианте мифи как я уже сказала итак мы зашли в музей нас встретили позже я расскажу кто нас встретил очень интересная история далее мы прошли по коридору и попали в раздевалку здесь как вы видите шкафчики для каждого малыша на каждом рисунке можно оставить коляску идти дальше начинается экспозиция с главного героя книги о нянчи самого зайчика нянчи в этом музее все можно и нужно трогать очень интерактивный музей вот например мы видим как солнышко крутите колесо солнышко поднимается и опускается далее следующую комнату мы переходим попадаем небольшую маленькую комнату где много вот таких маленьких разноцветных шкафчиков и эти цвета взяты из книги о нянчи вот висят книги и сам автор дик бруно дальше обязательно запомните даже и более интересную историю расскажу так из окна мы видим очень красивый старинный дом который находится под охраной юнеско виктор открывает все шкафчики и смотрит на героев книжки нянчи дальше мы попадаем в комнату медицинскую здесь можно почувствовать себя настоящим врачом чего бенедерте практически 30 килограмм ты весишь виктор нифига себе какой большой мальчик тяжеленький так а здесь можно проверить зрение я решила навести камеру проверить какое зрение у моей камеры и вижу плакат с какими-то изображениями машинки домки так измерили все-таки сколько сантиметров наш маленький уже немаленький малыш где-то был 93 сантиметра так дальше надо все трогать а здесь настоящая мини больница можно переодеть костюм медсестры костюм тоже не у кончик да и укольчик вакцинация а тут кто болеет лежит а тут кто лежит болеет поле нет не мама попка давай и градусник надо поставить градусник в рот ну ладно в рот и укольчик в попу да и укольчик в попу теперь накрывай одеяльцем одеяльцем укрой декинчи виктор молодец все в попу засуну животик сердечко наверно где-то с этой стороны мы видим экран на котором видео как девочка посещает доктора а вот этом шкафчике стоят предметы с которыми часто очень маленькие дети сталкиваются при посещении доктора ну и соседнем зале мы переходим в зал под названием на какой-то детский квест здесь все можно трогать смотреть пробовать нажимать и угадывать честно говоря хочу добавить я в такие моменты вспоминаю нас не было таких вот музеев и и здорово что сейчас есть у меня момент со своим сыном посещать это так а это мне очень понравилось здесь настоящая дорога еще плюс железная дорога дети садятся на велосипед и должны проехаться по дороге вот настоящий шлагбаум светофор виктору надоело ждать он сам этот шлагбаум убрал виктор 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 ой хоть все хоть все ура и так музей мы с вами быстренько обижали я вам показала не все чтобы вам было интересно если у вас есть возможность посетить а здесь мы попадаем в комнату в которой вы можете нарисовать нянча вернее его раскрасить взять совершенно бесплатно распечатку нянча и мелочке сеть за стол отдельный и порисовать и так вот после похождения музея конечно мы же захотели сходить в кафе и от этого музея есть кафе которая находится в маленьком дворике между двумя старыми зданиями значит здесь надо было какой-то предложить qr-код но виктор ничего не стал ждать и пошел дальше ему вся эта корона корона трепедей неинтересна итак мы попадаем такой маленький дворик очень минималистично здесь все вот один большой заяц стоит нянча маленькая-маленькая горка и вот такие деревянные тележечки итак здесь мы заказали apple тарта очень популярны в нидерландах это типа наши шарлотки но здесь песочное тесто я себе с брусник или с малиной заказала а далее итак тут мы пока кушали виктора развлекал мальчиков он вокруг себя собрал толпу парней и доказывал им что нянча это динозавр в общем мы не могли с майклом удержаться от смеха а дальше было очень интересно сейчас вам расскажу при входе нас встречал один мужчина который был очень-очень похож на дико пруна потом он пришел в это кафе и он сел рядом с нами и я с ним разболталась и немного его сняла вот как он выглядит он рассказал что однажды пришли китайские туристы которые подумали что настоящий дикбруно и принесли ему цветов и стали все вместе с ним фотографироваться вот такой у нас с вами был поход в музей нянча надеюсь вам понравилось и даже если вы очень далеко считайте что вы побывали в виртуальном музее нянчи вместе с нами но еще хочу тебя добавить мы за неделю побывали в пяти разных музеях и у меня есть еще материал так что обязательно продолжайте смотреть ставьте лайк подписывайтесь и пишите что вам понравилось а что нет все пока пока пока